Потому что вдвоем комментировать всегда интереснее, тем более, когда со-комментаторами являются известнейшие спортсмены, да и тренеры национальной сборной команды страны. Те люди, которые вносили и вносят огромный вклад в развитие дзюдо в Российской Федерации. Ну и являются, конечно же, лучшими из лучших специалистов. Второй поединок. Щеблетов из Санкт-Петербурга в белом кимоно и Особая из Северо-Кавказского федерального округа. Ну, если мы видели в предыдущем поединке, спортсмены были более высокие по росту. Здесь немножко они поприземести. И, соответственно, технический арсенал, наверное, должен быть другой. Хотя, вот так же корпусной борьбой, видимо, увлекается спортсмен с синим кимоно. Берет верхний захват и пытается сделать. Вот пытался сначала подсад сделать, сейчас подсечку готовит. И вот сейчас был выход за татами. Неподготовленные действия. Один спортсмен толкал другого, и фактически ничего не получилось. Ни одного, ни другого. Подтолкал для того, чтобы выждать ответную реакцию. Подсказывают мне специалисты, которые ведут полностью по сетке просмотры. Очень приятно, то, что за два дня у нас большое количество просмотров было. И просмотров не только с территории Российской Федерации, но даже из зарубежных стран, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Таких, как Молдова, Эстония, Украина, да и многие-многие другие бывшие советские республики. Хотя даже есть и дальние зарубежья, очень-очень дальние. С Америки даже просматривали наше первенство России до 18 лет. Ну, популярное дзюдо, да вы сами знаете, многие люди уезжают, но тем не менее интересуются тем, что происходит в рамках Российской Федерации. 13 тысяч просмотров было позавчера, а вчера было зафиксировано 34 тысячи просмотра интернет-вещания первенства России по дзюдо среди юношей и девушек из города Липецка до 18 лет. Желтая карточка, одно Шида дано Асабаеву, спортсмену в синем кимоно. Ну, и небольшое преимущество, конечно же, имеет его оппонент Щеблетов и Санкт-Петербурга. В обоюдном захвате так спортсмены стоят, так перетягивают друг друга и пока не рискуя ничем. Ну, арбитр не даст им застояться в такой позиции и призовет наверняка к активности. То, что мы сейчас и видим. Вот за такие сдерживающие захваты показывает жестикуляции арбитр. Спортсмен получает наказание Шида. Соответственно, два Шида уже... А вот здесь была прекрасная задняя подножка, но... Вывернулся, к сожалению, Асабаев за счет пластики, гибкости. Он пытался уйти от этого приема, однако Щеблетов заработал оценку в Азаре. Падение было на меньшую часть спины. Наверняка, боковые судьи просматривают еще раз и еще раз этот момент, поскольку... Как раньше было, два арбитра, вернее, два судей боковых сидело еще на стульчиках. Мы их видели на татаме. Сейчас они перемещены за стол заместителя главного судьи соревнований, отвечающего за работу непосредственно на этом татаме. Просмотр продолжается. И по гарнитуре, по наушнику, который установлен у арбитра, будет передана информация, какая же оценка по мнению специалистов была. Если нет изменений, то борьба продолжается. Да, действительно, оценка в Азаре. Минута 50 секунд остается до конца поединка. В Азаре это серьезный задел, серьезное преимущество, но вот Асабаев, он не останавливается. Он продолжает атаку, но ему терять нечего, он проигрывал. Оценка еще одного в Азаре. Ну, конечно же, не знаю, насколько это в Азаре, падение было на бок, но судьей, наверное, не поспоришь. Сейчас просмотр будет, возможно, и доведут более низкую оценку, но оценка была. Как минимум, оценка ЮКО. Вот сейчас остановка, просматривают боковые судьи. Возмущаются тренеры, возмущаются специалисты. Не согласны они с мнением арбитра. Но с судьями не поспоришь. Как бы они хотели, не хотели, все-таки видеопросмотр позволяет. Нам увидеть, какое было падение, какая была оценка.